Всем привет, с вами English Show. Сегодня у нас не совсем привычный разбор видео, этот ролик будет короче других, поэтому мы уверены, что вы досмотрите это видео до конца. И благодаря этому мы сможем выпускать видео чаще. А так как наши ролики блокируют из-за использования чужого контента и они не попадают к вам в рекомендации, мы очень просим вас нажать на колокольчик, чтобы не пропускать наши ролики. Сделали? Сегодня мы разберем историю, которую Эдди Мерфи рассказал на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. В ней будет много полезных фраз и слов. Короче, было 2 или 3 часа утра, и мы были в его доме. И принц такой, кто хочет пойти покататься на роликах? Это было типа «Что?» Можно перевести как «Принц говорит». Глагол «го» в разговорной речи, кроме известных нам значений, имеет еще одно – «говорить». Ставь лайк, если не знал об этом. Например, Как гласит пословица, мы можем выиграть войну, но не добиться мира. Поставлю себе статус в одноклассниках. И мы поехали на «роллер-дром» примерно в 3 часа утра. Знаешь, некоторые кроссовки, которые у них есть, когда ходишь, они такие загораются. Обратите внимание на слово «ринг», которое означает «каток». Это очень полезное слово для зимы, согласны? Эдди – это нормально, то, что я его так называю. Мы с ним как бы друзья, тезки, так сказать. Так вот, он употребляет это слово в словосочетании «роллер-ринг». Ролл... Роллер-дром. Попробуйте сказать это слово 10 раз и напишите в комментариях, получилось у вас сделать это без тормозов или нет. Роллер-дром. Короче, «роллер-дром» – это каток для катания на роликах. Еще обратите внимание на глагол «лайт-ап». «лайт-ап» означает «зажечь», «светиться» или «загораться». Например, «Со, think before you light up». «Со, think before you light up». «Эй, посмотрите, его лазеры загораются». Слушаем дальше. «Со, think before you light up». «Со, think before you light up». «Эй, посмотрите, его лазеры загораются. Слушаем дальше». У него были ролики, которые, когда он катался, загорались. Поэтому было катание в темноте. И можно было увидеть, как принц катается там. К зимнему списку слов можно добавить «skates» – коньки. Это относится и к роликовым конькам, и к ледовым. А еще «skate» может быть глаголом «кататься на коньках или на скейте». «He had skates that when he skated». У него были ролики, которые, когда он катался, загорались. Вот еще пример с глаголом «skate». «Skate, skate, as fast as you can». «Катись, катись так быстро, как сможешь». Мы катаемся ради удовольствия. Ну, а мы ради вашего удовольствия постоянно придумываем интересные методы обучения, чтобы учить английский и радоваться, а не скорбеть. Поэтому мы запустили двухмесячный марафон «Инглиш шоу». В нем уже поучаствовали сотни учеников, и мы собрали очень много положительных отзывов. С первого дня вы погружаетесь в языковую среду, и каждый день должны решать настоящие задачки из реальной жизни. Пройти собеседование на работу, арендовать машину. Вас ждет детективный квест, и все это приправлено грамматикой и разговорной лексикой. Каждый преподаватель выполняет роль иностранца, и вашему английскому никуда не деться. Не верите? Что ж, можете пройти первый день бесплатно по ссылке в описании. Оставляйте свои заявки, и уже до конца весны вы будете свободно говорить по-английски. Реакция Джимми на историю его гостя Это очень странно. Слово «бизар» означает «причудливо, странно, эксцентрично». Я понимаю причудливость ситуации. Я понимаю причудливость ситуации. Это настолько странно. После этого Джимми просит рассказать Эдди другую историю. Можешь рассказать историю о принце и твоем поваре? Готовы послушать его историю? Давай, Эдька, начинай. Принц жил через несколько домов от того места, где сейчас живу я. И он... Однажды мой повар уезжал где-то в 2 часа утра. И мимо проезжала машина, понимаешь? Фиолетовая машина с музыкой. И он такой «Вау, это же принц!» И от колеса оторвалась крышка и просто упала. А машина продолжала ехать. И он поднял эту крышку, и там на крышке был знак принца. А машина проехала, развернулась и вернулась обратно. И принц говорит «Можно мне забрать мою крышку?» Как и любой рассказ, этот случай богат на глаголы. Давайте обратим внимание на них. Глагол to leave означает «покидать и уезжать». Если Клэр уйдет, я тоже уйду. Фразовый глагол to go by означает «проходить мимо, проезжать и даже быть упущенным». Если говорить о какой-то возможности или шансе. Это не прошло мимо меня. Или «я этого не упустил». Фразовый глагол to come off означает «оторваться, отваливаться, упасть». Его штаны постоянно падают. Конструкция to keep doing something означает «продолжать делать что-то». Он будет продолжать названивать. А фразовый глагол to pick up означает «поднимать, подбирать, забирать что-либо». Она подбирает все подряд. И да, конечно, мы понимаем, что мы даем слишком много фразовых глаголов и слов в одном видео. По ссылке в описании вы можете найти текстовый вариант нашего сценария. Все для вас, друзья. Интересное выражение «no cheap shots» буквально означает «без дешевых ударов». Но выражение «a cheap shot» – это идиома, значение которой «удар ниже пояса». Или «дешевый трюк». Ладно, я знаю, что это был удар ниже пояса. Но мне сейчас намного лучше. Фух! Нам тоже сейчас намного лучше. Надеемся, вам зашел этот ролик. И надеемся, что он был короткий, как и обещали. Пишите в комментах, что еще нам разобрать. И вообще, как вам такие форматы? Не стесняйтесь. Мы стараемся для вас. А значит, нам очень важно ваше мнение. Итак, чтобы запомнить все эти слова, проходите тест по ссылке в описании. Не забывайте про бесплатный день в марафоне English Show. Натирайте свои колокольчики, чтобы они звучали громче. С вами были ребята из English Show. Подписывайся. Мы научим тебя говорить. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok